Приветствую вас. Сначала мне бы хотелось отметить, что вы задаёте свой вопрос в раздел психологии. Гадают соответственно эзотерики, а я отвечу вам на ваш вопрос именно с точки зрения психологии. Как психолог? Значит, вы задаёте свой вопрос, в котором спрашиваете. Будете ли вы вместе с молодым человеком? Значит, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала понять, почему вы расстались. С мужчиной. Из-за чего вы расстались с мужчиной? По какой причине вы расстались с мужчиной? Что послужило поводом для расставания, может, до расставания именно вот вашего. То есть, что, грубо говоря, оттолкнуло молодого человека, да, от вас. Ну, просто вот, просто, конкретно, что именно ополкнуло молодого человека от вас. Дальше. Значит, смотрите. Вы пишите о том, что узнали, что беременна. И говорите, что мужчина не хочет возвращаться. Ну, потому что он вас не простил ещё. Как вы говорите. Для меня не совсем понятно. Так вы связываете тот факт, что вы беременны с тем, что мужчина должен вернуться. То есть, вы считаете, что человек должен вернуться только потому, что вы беременны. Беременны. Так я понимаю, правильно ли я понимаю то, что вы вот хотите сказать. Если так, то мужчина колеблется, ну, возвращаться к вам или нет, не случайно. Потому что, по факту, получается так, что ребенка, по его мнению, ребенка, вы можете использовать для того, чтобы его удержать. Особенно, если мужчина, ну, такой, знаете, достаточно свободолюбивый, да. Неуверенный в себе, например. Или тот, который ещё не нагулялся, допустим, вдоволь, в волю, вот. Понимаете? То есть, здесь вот такая история. И я полагаю, что если вы хотите быть с ним, если он вам нужен, если вы хотите быть вместе, то, конечно, помимо ответа на вопрос. Для чего вы хотите с ним быть вместе, да? Ну, почему вы хотите с ним быть вместе, вот. Помимо ответа на этот вопрос. Нужно, чтобы вы знали, ну, хотя бы примерно представляли себе, чем можно мужчину, ну, привлечь, чем можно мужчину завлечь. То есть, ну, если вы, если вы её, скажем так, подсорились, да, значит, допустим, то нужно обязательно понять. Из-за чего, по сути, да? Вернуть на себя ответственность в части причин его ухода. И постараться сделать так, значит, чтобы человек захотел к вам вернуться, сделать так, чтобы мужчина захотел быть с вами. Сделать так, чтобы у него появилось желание быть с вами. Понимаете? Вот. Вопрос заключается в том, конечно же, конечно же, вопрос заключается в том, что для этого нужно. То есть, что для этого необходимо. Вот в чем заключается вопрос. И, на мой взгляд, если вы сами себе на него, на этот вопрос ответите, да? То вам будет легче, легче вернуть мужчину. Но при этом, конечно, ни в коем случае нельзя себе вредить. Ни в коем случае нельзя, может, чтобы в результате ваших действий, например, страдала ваша, допустим, сама. Оценка, гордость, вот. И так далее. Это абсолютно недопустимо. Недопустимо. Потому что вряд ли мужчина будет ценить вас больше, вряд ли мужчина будет ценить вас сильнее. Вот. Если вы будете, ну, грубо говоря, вести себя вот так. Если вы будете вести себя вот таким образом, да? Абсолютно не привлекая его и еще больше отталкивая. То есть постарайтесь определить для себя, что нужно вам, именно вам, что конкретно вы хотели бы. Постарайтесь определить для себя это. И я уверен, что тогда ситуация прояснит. Повторюсь еще раз, надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием, да? Повторюсь еще раз, что вы задали свой вопрос в раздел психологии. Психологи не гадают, а психологи анализируют информацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok